СТИЛЬ ЖИЗНИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Северный круиз — это игра в жанре «бросай и записывай». В начале игры каждый игрок получает игровой лист и карандаш. Вам предстоит стать экскурсоводами и привлечь туристов на свои лодки. Соберите игровое поле в случайном порядке, соединив тайлы реки в два ряда по пять тайлов. С боков разместите западные и восточные тайлы. Один из игроков становится капитаном и получает соответствующий жетон и шесть кубиков. Корабль начнет и закончит свой путь на западе, проплыв весь путь по реке. Игра длится несколько раундов, а каждый раунд состоит из трех фаз. Во время первой фазы капитан бросает зеленый кубик и кладет его в зону тепла, а затем бросает остальные пять кубиков и располагает их в порядке возрастания. Центральный кубик определяет температуру раунда. Все кубики со значением выше переложите в зону тепла. Это теплолюбивые туристы, которые предпочитают остаться на борту корабля. Затем капитан передвигает корабль по пунктирной линии на число ячеек, равное температуре раунда. Во второй фазе раунда игроки действуют одновременно. Каждому нужно выбрать один кубик для использования в раунде. Цвет кубика – это лодка, а значение – количество туристов. Вы также можете добавить к выбранному значению кубика значение на зеленом кубике. Но помните, если вы используете значение базового и или зеленого кубиков из зоны тепла, то этих теплолюбивых туристов придется дополнительно согреть. Для этого на листе зачеркните значки огня в количестве, равному значению кубиков из зоны тепла. Теперь слева направо рассадите туристов в любой ряд на лодке, цвет которой соответствует выбранному кубику, а количество туристов равно общему значению выбранных кубиков. Если удалось заполнить ряд, то отметьте билетик, а потом отметьте бонусные места на лодке указанного цвета. Это может привести к целой цепочке активаций бонусов. Если же вы зачеркнули оба королевских кресла на одной лодке, то поставьте крестик на ячейке королевского бонуса. Королевские места дают возможность использовать специальные эффекты, такие как посетить две деревни за раз, добавить три к значению кубика, добавить билет при подсчете очков на экскурсию, использовать зеленый кубик без зачеркивания символов огня или увеличить дальность перемещения лодки с трех до шести. В третьей фазе игроки могут отправиться на экскурсию. Для этого необходимо выбрать деревню не дальше трех ячеек от корабля. Если захотите отправиться дальше, то можете воспользоваться скрытыми ресурсами, но их всего три на игру. За экскурсию вы получаете бонусные очки, равные ценности экскурсии, умноженной на количество зачеркнутых билетов на лодке этого цвета. Результат каждой последующей экскурсии обязательно должен быть больше предыдущего. А при посещении деревянной церкви ценность экскурсии умножается на количество зачеркнутых билетов во всех лодках. Игра заканчивается, как только корабль достигает ячейки с якорем. Каждая лодка приносит победные очки за зачеркнутые билеты и за экскурсии. Экскурсия в деревянной церкви и наименьший результат за лодку приносят очки капитана. Игрок, набравший больше всего таких очков, получает 15 бонусных очков к результату. А игрок, набравший наименьшее количество очков, получит штраф. А побеждает игрок, набравший больше всех победных очков. Северный круиз. Ищите удачные комбинации, активируйте нужные способности и бонусы в правильный момент.